здравствуйте друзья повторение мать учения собственно подобном я говорил неоднократно в разном контексте и так как ментальность у всех разное мышление по-разному работает кто-то очень невнимательный бывает это вообще не редкость в нашем современном мире мы привыкаем чтобы было все быстро и комфортно от этого страдает наше мышление поэтому другими словами я сейчас расскажу для тех кто полностью еще не определился как же ему ориентироваться на водоеме что первого-наперво нужно сделать и какие ошибки вы можете допустим увидите у себя или у своих знакомых туманно двигается вообще задница какая-то холодина и без того еще туман так вот когда мы собираемся на однодневную рыбалку на однодневную грубо говоря там ближайшие наши на ближайший наш любимый водоем то перво-наперво мы должны определиться какую рыбу мы будем ловить если мы предполагаем ловить периодически течение дня сначала одну потом другую потом третью хищника я имею ввиду соответственно мы берем набор приманок как минимум соответствующий этой этим рыбам как максимум это будет еще и несколько палок от двух и более редко кто так делает да ну на машине можно приехал вытащил с собой три палки оснащенные броди те же то есть самые палки можно использовать и для одной и той же рыбы но для различных приманок как собственно будет и более правильно то что универсальная палка все-таки она не надо мне приводить сейчас пример какого-нибудь деда с палкой из орешник который ловит у себя там на речке где-то тоже не постоянно ловит и его опыт знания досконально эту водоем на котором он 115 лет прожил тем не менее не делает его универсальным специалистом и потом он ему проще все таки поставить еще и сеточку где-нибудь небольшую вот определяемся с рыбой приходя на водоем большой ошибкой будет для нас то что мы ставим универсальную приманку для некоторых рыболов то есть для всех рыболов это все по-разному универсальный приманка который нам допустим у нас есть окунь щука и жерех в речке ставим универсальную приманку ведем ее соответствующим образом для каждой этой рыбы и рассчитываем на что-нибудь доклюнет это первая ошибка нет конкретной концентрации по конкретной рыбы и установку универсальной приманки но это называется я вышел хоть что-нибудь поймать как правило это универсальные приманки начинаются грубо говоря ну так грубо говоря хотя может не совсем грубо от 40 до 100 миллиметров воблеры резина соответственно от двушки и до трешки наверное да за исключением каких-то отдельных моментов это что касается частности окунь и резина окунь это и щуку пример да ну если есть туда кто же самый то есть первая ошибка точнее первая ошибка это мы не определились какую рыбу будем ловить а вторая ошибка след за это идет ставим сразу же универсальный приманку вы скажете но на одну и ту же приманку с одной и той же тактикой может клюнуть сразу три рыбы например окунь судак и щука может 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 как в этом фильме может лететь ленинград может железная логика так вот если исключить эти две ошибки за ними кучу последующих то мы по нашему знакомому водоему допустим знаем точки где стоит щука окунь но окунь он вообще хаотичен и судак там например да ну давайте ориентироваться я буду ориентироваться сейчас по щуке потому что это приоритетная рыба в моем сегменте лова и буду определяться по ней так как она более конкретная в местах своих знакомый водоем нам известен но известен бывает как известен по тем точкам где мы ее поймали но зачастую рыболов вообще понятия не имеет почему он там ее поймал вот поймал там и потом там 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 вот это вот рыбные точки почему они рыбные точки он понять ними поймал на тот или на тот воблер который через два года перестает работать кто фанат резины он поймал на резину то есть ориентир в основном такой я поймал на там то на вот этот вот мою любимую приманку или их у меня несколько в худшем случае лучшем случае человек подразделяет их на те которые допустим ловят с утра вечером днем или что-то в этом роде хотя давайте это опустим а если мы приехали на незнакомый водоем с большим с большими водоемами большими реками и большими водохранилищами там более-менее все понятно там нужна лодка либо вы ищете ищите прибрежные и прибрежные мелководные заводи которые создают из себя ничто иное как все равно что ловить на небольшом озере или речке заводинки с растительностью с кувшинками с прибрежной растительностью подводной растительностью там все будет ясно а если это большая вода мы подразумеваем глубинные ловли на большой воде то это лодка и как минимум у холод без ухолода дело там не хрена если мы только не десят лет на этом озере знаем наизусть все глубины и ямы ориентируемся как-то так по облакам там или не знаю ну грубо говоря там попок мелководный есть мы туда пришли и начали дергать ту же мелкую щучку на середине озера так вот небольшие водоемы малые средние реки небольшие озера пруды новый водоем мы приезжаем не можем сориентироваться по местности но не все не могут кто-то может мы собираемся ловить щуку лето солнце светит с одного берега на другой ветер дует точно также с какого-нибудь берега на другой неважно определяемся с рельефом если эта река то мы определяемся с рельефом где река вы мало нам такой берег какой берег пологий какой высокий по берегу мы можем определить приблизительную сход берег от продолжение в глубину грубо говоря как правило если берег пологий соответственно тянется мелководье на себе крутой круче уходит как нам определиться где нам искать щуку да собственно и просто и сложно просто это как щука любит питаться мелкой рыбы правильно правильно мелкая рыба так как она мелкая она любит теплую воду как в общем то все в природе в тепле все более крупные энергичные в отличие от отдельных кстати малек плещется интересно да ну здесь может все по-другому зал бы ветер сильно значит мы определяемся солнце светит на противоположный берег прогретое место ветер дует туда же значит вода охлаждается но если это лето то по барабану рябь нам в помощь то есть мы должны определить теплое если это река и в отсутствии течения места за водинкой обратное течение да все мы слышали да об этом он чуть не всегда используем а просто плывем и бросаем туда где нам кажется живописным мест под какой-нибудь куст еще там щуки делать под кустом хотя вы будете мне говорить да вот у меня было то мало ли чего у кого было и где там щука клевала в каких местах мы же не говорим о каких-то частностях она там стоит иногда отстаивается и в тени отстаивается бывает и делает выход но зачем нам рисковать соответственно мы ищем места где прогретые солнцем и отсутствием ветра говорить слишком много про ветер тоже это изменение ветра погоды давление это другой вопрос но вот мы приехали у нас один день нам надо определиться по этому дню неважно какое давление какой на хрен ветер какая температура надо определиться это лето то есть щука ставить может где угодно небольшая крупная как правило стоит всегда на глубине делает выхода только жировальные даже летом бывает вот у меня здесь вот на мелководье выходила щука крупные достаточно про осень и вообще определили где стоит малек он может стоять на мелководье а сразу за ним пойдет какой-то свал может может щука не стоит около малька она туда может сделать выход может может откуда вот мы определимся щука она всегда прячется то будет мне сейчас рассказывать что она там в толще воды стоит она там не стоит она там бывает по каким причинам мы не видим но эта причина может быть как да все мы видели видео подводная ладья где щука вышла за приманками и идет за ними часто вот такой встречать всем приманка да вы понятия не имеете вы же у вас нет подводной камеры на приманки вы не видите идет она за ними хотя я слышал неоднократно такие предположения от рыбаков такое ощущение что у них камера на воблере стоит то есть первый фактор определили это наличие теплых мест и где стоит малек желательно даже его увидеть там если его не видно то предположить второй фактор при ловле щуки средней и мелкой и это наличие укрытия для ней щука укрывается в растительности в различные прибрежные осоки в донной растительность в кувшинках в корягах рядом с бровками определяться точно с какой сторону она башкой стоит на какой бровке это очень сложно и долго и нудно и бессмысленно нам просто нужны укрытие из растительности торчащие по ней из воды как нам определя мы не знаем вот не видно их да допустим но раз не видно значит нет времени нам облавливать это выдаем резина в этом смысле она очень помогает как мы чувствуем дно пробиваем вот мы ставим резину и сага грузную с тем условием чтобы нам понять что у нас на дне есть если мы почувствовали что это бровки бревна какие-то может быть автомобили под водой валяются мы удались об нее то соответственно надо это препятствие с оптимальных с каких только возможных сторон обловить резиночкой если это растительность где резинка точно увязнет в озерах в основном в прудах резина грузная там будет вязать цеплять собой того просто дам тупо набра тупо просто-напросто берем и как бы нам не хотелось и мы не фанаты были резины переставлять на воблер не чтобы воблер шел цепляя эту растительность понимаете если она ковром лежит не просто пучок который мы можем резинкой обойти отцеплять эту растительность вот тут открывается тоже известная ошибка воблер минус ставится и в боязни его оборвать особенно японский он у нас идет в толще воды до выходит щупой надо но большая трата времени именно на то на то чтобы просто там полоскаем мы можем даже первоначально на незнакомому даем поставить резинку и обловить и обловить и именно понять какой рельеф на это вообще тактика очень хорошая и потом уже поставить воблер а вот какой вода поставить какая растительность какая ее плотность если это коряги то очень хорошо крэнк поставить учитывая конечно те аспекты которых я говорил ранее видел мутная вода или прозрачная в мутной воде хорошие приманки шумные это не значит что мину не будет ловить мину тоже можно будет поставить достаточно гидро динамичной равномерной проводки провести либо мы в этом месте используем а